Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. В сегодняшнем выпуске Полина Гагарина, Ольга Бузова, Михаил Горевой, Константин Эрнст, Тигран Киосаян, Регина Тодоренко, Дина Саева, Сода Лав, Шоу Голос 60+, Лера Кудрявцева, Константин Хабенский и Шоу Маст Гоун. Я всех рад приветствовать на этом канале. Спасибо, что вернулись. Я для вас подготовил очередной новый выпуск новостей, но перед этим решил рассказать еще одну историю своей жизни, как я отдыхал прошлым летом в Турции. Все вы помните, что из-за этой долбанной пандемии мало куда можно было поехать, и Турция это была первая страна, которая пускала, ну по крайней мере, жителей Украины. Конечно, я сразу же воспользовался этой ситуацией, отправился на море, поскольку так хотелось куда-то уже поехать. И, кстати, очень дешево отдохнули мы тогда, потому что цены упали максимально низко, и что еще самое главное, когда мы приехали, было очень мало людей, поэтому настолько было комфортно, это не передать словами, но я не буду описывать сейчас в деталях. И рассказывать про сам отель, я лишь расскажу о том, как лежу на шезлонге, отдыхаю, загораю, и вот эти вот аниматоры, которые ходят, люди, которые бывали в Турции, в Египте, они, наверное, понимают, о чем я говорю, аниматоры, которые ходят, зазывают людей то на аэробику, то на акробатику, то еще на что-то, то на волейбол. В общем, позвал меня парень поиграть в волейбол, но я думаю, пойду попробую, никогда не играл, только видел, думаю, тряхнул свой жирок немного. В общем, пошел я. В тот период отдыхали только украинцы и турки, больше никто. И вот, значит, собрались две команды, то есть там турки, украинцы, немножко белорусов было еще. Суть такова, русскоязычные люди, украиноязычные люди и турецкоязычные люди. Значит, с командой были смешаны, и они любят вот это, знаете, поумничать, там друг другу советы раздавать. И, значит, я, получается, был сначала в команде с украинцами, а потом в команде с турками. И, значит, такая ситуация. Украинцы подумали, что я турок, а турки думали, что я украинец. И поэтому те пытались мне что-то на турецкого. Получается, украинцы пытались мне что-то объяснить, поумничать. На своем языке я стоял, молчал, пока один другому говорит, да он говорит турок, он не понимает, зачем ты ему пытаешься что-то. А я думаю, о, класс, слушайте, я этим воспользуюсь. Ну и, короче, я притворился иностранцем, делая вид, что я не понимаю. И хотя я все прекрасно слышал и понимал, но хочу заметить, никто меня не оскорблял. Вот, знаете, меня всегда удивляло, почему русские люди, белорусы, украинцы, вот это я замечал такую тенденцию. Когда они не знают, как сказать на английском или не знают вообще его, они начинают говорить громко, проговаривая каждую букву, как будто ты глухонемой, и они начинают орать. Ты понимаешь меня? Я думаю, боже, чего ты орешь? Чего ты сердце рвешь себе? А ты, неужели ты думаешь от того, что ты громче мне это преподнесешь? Я тебя сейчас возьму и пойму. Особенно это я наблюдал в аэропортах и где-то в Европе, это смешно, конечно, было. Я не могу сказать, что я прям такой знаток английского языка, но тем не менее какие-то банальные вещи я понимаю и знаю, как спросить, что меня интересует. Поэтому странно, что люди путешествуют и не могут выучить самые простые слова. Ну да ладно. Ну а потом, в общем, мы поменялись командами, я пошел в команду турков, они тоже пытались что-то мне на турецком, я, естественно, их не понимал, понятное дело. И они тогда поняли, что я говорю на русском, не понимаю, и они от меня тоже отстали. Поэтому я просто наслаждался игрой и таким способом, хитрым, причем я даже не пытался ничего делать, они сами за меня все решили. Я избавил себя от навязчивых советов, как мне нужно и что делать. Я просто себе играл, и мне никто не делал замечаний, хотя друг другу они там постоянно что-то рассказывали. Знаете, как будто мы на чемпионате каком-то, и меня это безумно раздражает, когда люди начинают советовать. Я просто бью в мяч, какая мне разница куда, не важно, что не в ту сторону. Главное получать удовольствие, вот и все. Поэтому вот такой вот лайфхак. Если что, не любите советов на отдыхе, притворитесь иностранцам. Я, кстати, так проделываю, даже находясь где-то в Украине, когда пытаются мне что-то спросить. Я просто стою, покерфейс делаю, и они такие, а вы English, English, я говорю, no French. И все, короче, и от меня сразу все отстают. Это называется, если вы хотите быстренько отшить кого-то, просто притворитесь человеком, который не говорит на том или ином языке. Вот и все. Ну а теперь мы переходим к самому выпуску новостей. Я всем желаю хорошего настроения. Перед тем, как мы начнем смотреть выпуск, сейчас нажимаем на паузу и ставим палец вверх. Поставили, теперь продолжаем. Всем желаю хорошего просмотра, ну и погнали. Властелин колец покидает Новую Зеландию. Новой родиной из сериала Властелин колец станет Великобритания. Предпродакшн второго сезона назначен на январь 2022 года уже в Соединенном Королевстве. Съемочная команда находится в поисках подходящих локаций и площадок. Так что точного места проведения съемок пока что нет, но это точно будет уже Великобритании. Причины самые банальные и простые. Из-за пандемии, из-за того, что в 2020 году началась пандемия, и многие актеры, британцы не могли попасть на родину домой, за чего они не могли долгое время увидеть своих родных. Собственно, они, видимо, подняли шум и поэтому решили не рисковать второй раз. Мало ли что будет. Я надеюсь, конечно, ничего не будет подобного, но тем не менее они решили перенести съемки второго сезона уже в Великобритании. Мне нравятся Властелин Колец, красивые картинки, места, конечно, Новой Зеландии. Тоже одна из тех стран, в которых я бы хотел побывать, но это так далеко и так дорого, поэтому пока что это мечта, но надеюсь, когда это сбудется. Но я думаю, в Великобритании тоже найдут что-то подходящее. Кстати, смотрели ли вы Властелин Колец, Хоббит, как вам нравится, нет? Делитесь комментариями, переходим дальше. Очень интересная новость из США. Как всегда, там умеют удивлять. Значит, школа выплатит трансгендеру более миллиона долларов. Знаете за что? За запрет на мужской туалет. Трансгендер Гевин Гримм из американского штата Вирджиния подал в суд на школу, в которой учился. Из-за того, что ему не позволяли пользоваться мужским туалетом, он выиграл тяжбу, и теперь школьный совет должен выплатить ему 1,3 миллиона долларов. Вот такие вот интересные новости. Как бы поехать в Америку, притвориться каким-нибудь трансгендером, рассказать, как ущемляют мои права, отсудить пару миллионов долларов и вернуться обратно, и жить себе прекрасно и счастливо. Удивляет меня, конечно, Америка иногда своими законами. Вообще, вот эта новая этика, я не знаю, куда мы с ней придем. Ну да ладно, вот такая новость. Комментируйте, как вам, но мы переходим дальше. Неприятный певец или недопевец Судалав обратился к своим подписчикам с просьбой не сталкерить его и не ждать по 40 минут, пока он выйдет. В общем, караулить его, следить за его жизнью, за его перемещениями и так далее. Если вы видите меня где-то в ресторане или в каком-то месте, пожалуйста, большая просьба, не надо меня сталкерить и ждать по 40 минут, пока я выйду. Это выглядит очень тупо и стрёмно. Я ненавижу типов, которые пытаются меня снять из-за деревьев, прячутся за кустами. Типа, если ты хочешь сфоткаться, просто подойди и спроси. Но не смей ко мне подходить, пока я ем. Это очень тупо и неуважительно по отношению к личному пространству. Мама должна была тебе это объяснить. Попридумывают же новые слова. Вот почему русские люди и украинцы-звёзды, это блогеры-звёзды, часто употребляют какие-то непонятные слова. То есть, они понятные, но они не являются частью нашего лексикона. Я не понимаю, зачем люди разговаривают? Знаете, когда ты говоришь, говоришь на английском, потом пару слов английских, к чему это всё? Товарищи, товарищи, опять как у нас есть ДКПСС, товарищи, мы же говорим на русском и украинских языках. Зачем мы употребляем эти американские слова? Дало их. В общем, лозунг прошёл. Ну да ладно, на это я прикалываюсь, надеюсь, вы поняли. В общем, бедный Содолав, он так устал от своих поклонников. Боже мой, сейчас заплачу, дайте платок мне. Срочно, платок в студию. Я просто удивляюсь им, понимаете? Им так хочется звёздности, узнаваемости, славы, а потом они пишут и рассказывают, как им тяжело. В общем, вы помните этого неприятного человека? Это именно он снимал всех девушек во время сношений, извините за такие уточнения, а потом ещё в переписках выпрашивал у несовершеннолетних девочек фотографии их всех красивых мест. Ну вы поняли, те самые места, которые певица Слава буквально недавно нам демонстрировала в своём инстаграме. Спасибо, что не все, не дошла до самого главного, так сказать, коробочка с сюрпризом осталась никому неизведанной. И слава богу, я надеюсь, что славу не понесёт окончательно. В общем, вот этот Сода Лав не перестаёт хайповать. Я, если честно, вообще не знаю, кто на него подписан, кто за ним следит. Уже очень неприятный человек и понятно, почему. Комментируйте, переходим дальше. Ну вот из той же серии самая популярная девочка в российском ТикТоке Дина Саева. Значит, посмотрите на эти фотографии. Дина Саева выкладывает фотографии с младшим братом Элджея, кстати, в Париже. Ну, казалось бы, ребята отдыхают в Париже. Что здесь такого? Кто не фотографировался на фоне Эфелевой башни? Но Дина Саева решила «блеснуть умом» в кавычках, если бы он там был. И вот сделала вот такие вот снимки. Напоминаю, это самая популярная девочка в ТикТоке, за которой наблюдают сколько там, 20-30 миллионов, я не знаю. Практически считайте, что вся Украина за ней наблюдает. И вот девочка решила продемонстрировать свои способности вместе с младшим братом Элджея. Я, кстати, не знал, что у него есть брат. Ну да ладно. Но вот к чему это всё? Я не могу понять. Неужели она думает, что это круто и модно? Почему они все вообще считают, что это классно? Вот такой вот трэш выкладывает. Ну, серьёзно, мы такого не видели. Кого ты хотел этим удивить? Неужели это и есть тот креатив, благодаря которому она прославилась? Но если это креатив, тогда я вообще не знаю. Я Майя Плесецкая. Прости, господи. Комментируйте, переходим дальше. 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Серебряков стал победителем шоу «Голос 60+.» Признаюсь, я не смотрел это шоу. Не знаю, честно-нечестно он выиграл, но в любом случае ветеран Великой Отечественной войны. Огромное ему, во-первых, спасибо за то, что он сделал для нас всех. Восхищает, что человеку 97 лет, он себя хорошо чувствует, принимает участие в таком шоу. Но я хочу сказать, что это прекрасно. Я надеюсь, что хотя бы в этом шоу нет каких-то вот этих, знаете, купили победу. В любом случае, вы знаете, шоу «60+,» кто бы там не выиграл, я бы порадовался за любого. Кто смотрел это шоу, делитесь своими комментариями, как вам победитель. Но меня, конечно, такие люди всегда восхищают и мотивируют. Браво! Спасибо ему еще раз огромное за то, что он для нас всех сделал. Я еще забыл сказать, что на наставником господина Серебрякова, победителя шоу «60+,» был Олег Газманов. Это был, я так понял, его дебют в качестве судьи. И сразу первое место, с чем его тоже можем поздравить. Регина Тодоренко объяснила таинственное исчезновение своей груди. Да, вам это не послышалось. Мы будем сейчас обсуждать, зачем-то Регине Тодоренко грудь. Но, как говорится, Регине больше нечем брать, поэтому она то стонет в Инстаграме, теперь решила про свою грудь поговорить. Но давайте сейчас мы все узнаем. Еще недавно Регина могла похвастаться с соблазнительными формами, но теперь о тех временах остались только фото. Регина решила ответить своим подписчикам, которых волнует, что у нее пропала грудь. Но подписчики тоже меня всегда удивляют, почему их вдруг волнует ее грудь. Я когда вот такие новости узнаю, если честно, даже не обращал внимания никогда на ее грудь, какая она у нее была. Была, да только все ушло. Теперь другая сегодня я и грудь моя. Птицей улететь смогла. Вот такими стихами описала свою грудь Регина Тодоренко в своем Инстаграме. Как она объяснила, никаких операций по уменьшению груди она не делала, просто перестала кормить грудь у сына Михаила, которому в декабре будет, кстати, три года. И полгода усиленно занималась спортом. Грудь этого не вынесла и пропала. Вот именно по таким причинам у Регины пропала грудь. Я не знаю, насколько это правда. В любом случае, меня особо это не интересует, пропала у нее грудь или она на месте. Я думаю, пусть об этом больше переживает она сама и ее муженек. Но у меня только один вопрос. Я не женщина, да? У меня нет таких моментов, как кормить грудью и так далее. Слава Богу. Объясните, что такое действительно может быть из-за того, что ты перестаешь кормить ребенка грудью и потом занимаешься спортом и грудь исчезает? Неужели такое может быть? Я, конечно, допускаю любые изменения после родов, но что-то непонятное здесь в этой истории. Женщина, объясните, внесите ясность, пожалуйста. А вот еще, значит, у нас товарищ Тигран Киасаян, супруг той самой Маргариты Симонян. Два таких, знаете, токсичных человека, которые просто идеально друг другу, я считаю, подходят. Они вот прям нашли друг друга. Я не буду сейчас много говорить о них. Буквально недавно я рассказывал о том, что Маргарита Симонян вдруг с какого-то перепугу решила высказаться по поводу внешности Бритни Спирс. Вообще непонятно, к чему это все было. Насколько я знаю, Маргарита Симонян служит Кремлю, у нее там все замечательно, она вся в политике, а тут вдруг ее понесло на Бритни Спирс. Не знаю, что это было. Может, какая-то женская зависть. А вот уже сидит Тигран Киасаян, ее супруг, и жалуется другому неприятному товарищу Красовскому на Юрия Дудя. Рассказывает, какой он плохой, что все его интервью из Собчак это в прошлый век, это все скоро закончится, они никакие, вообще не профессионалы. И вот эти некорректные вопросы касательно заработков и так далее. Ну, понятное дело, я его прекрасно понимаю. Конечно, если бы Тигран Киасаян придет на интервью Ксении Собчак, и она начнет, извините, задавать как раз-то не те вопросы, которые он хочет. Мы все помним интервью с Маргаритой Симонян, когда она просто в бешенстве убежала, хотя они договаривались заранее, что определенные вопросы Ксения задавать не будет. Но Ксения, видите, на то и Собчак, что она не стала идти на поводу, хотя пообещала, но тем не менее, для своего зрителя, для того, чтобы сделать интервью интересным, она все-таки задала те самые ненужные вопросы по версии Тиграна Киасаяна и Маргариты Симонян. И та в бешенстве быстренько убежала с интервью, чем, собственно, и показала свое истинное лицо. Но опять-таки, товарищи, смотрите, я здесь высказываю свою субъективную точку зрения. Возможно, здесь есть поклонники этой парочки. Это ваше право их любить, уважать, так же, как мое право их презирать и не уважать, правильно? Поэтому мы не будем друг другу ничего навязывать. В любом случае, вот такая вот интересная новость. Я решил с вами поделиться, как вам комментарии Тиграна Киасаяна в адрес Собчак и Юрия Дудя особенно. Я не могу понять, чего их несет вообще не в ту сторону. Но вы же занимаетесь на федеральных каналах своей вот этой пропагандой. Ну и занимайтесь дальше. Чего вы лезете на YouTube в шоу-бизнес? Не понимаю, честно. Еще и кому? Красовскому, такому же. Господи, честно, насколько же неприятные они люди. Кошмар, комментируйте. Бомбическая популярность южнокорейского сериала «Игра в кальмара», о котором я рассказывал, привела к негативным последствиям. Я уже говорил, что сейчас это самый просматриваемый сериал на Netflix, а в Южной Корее стриминг и вовсе стал вторым после YouTube. Увеличение трафика стало ощутимо перегружать сети локального провайдера и те, возьми, да и пойди в суд на Netflix. Вы представляете? Дело в том, что в Южной Корее только YouTube и Netflix используют сеть бесплатно. Facebook, Apple, например, платят и немало. Так что суд Сеула постановил, что Netflix должен выплатить провайдеру компенсацию за использование сетей аж с 2018 года. За один только 20-й год долг составляет 23 миллиона долларов. Netflix, само собой, ответил на иск апелляции. Так что неизвестно, чем эта вся история закончится. Вот вам и пожалуйста. Безумие в чистом виде. Казалось бы, сериал. Смотрите, наслаждайтесь. Перегружена сеть. Провайдеры в шоке. Решили деньжат подзаработать. Не знаю, чем эта вся история закончится. Кстати, кто смотрит этот сериал, рассказывайте, как вам. Я еще не дошел до него, но обязательно посмотрю, потому как меня он сильно заинтриговал. Что же там такого интересного, что все с ума сходят? И не про его уход уже в конце этого года. Надеюсь, что все-таки это было правда, но поживем увидим. Согласно расследованию о владельцах офшорных компаний со всего мира появились интересные новости про генерального директора пока еще первого канала Константина Эрнста. По информации источников, Эрнст в 2014 году стал владельцем офшора Москов-дворик LTD на британских Виргинских островах. После того, как Константин Львович стал совладельцем компании, мэрия Москвы выставила на продажу 39 кинотеатров, расположенных в разных районах столицы. Через месяц фирма Edison Energo, принадлежащая D-Work Cypress LTD, выкупила все здания для реконструкции. Затем компания Эрнста стала одним из крупнейших акционеров Москов-дворик LTD, купив 47% акций. Деньги на это дал Кипрский банк, один из основных его акционеров российский ВТБ. Сегодня офшор-бенефициаром, которого является Эрнст, участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. Среди них София в Северном Измаилове, Баку в районе аэропорта, Витязь в Конькове. В конце 2014 года банк дал офшорной компании Эрнстом более 16 миллионов долларов под залог ее акций. После такого крупного залога юристы Эрнста попросили коллег с Британских островов не указывать информацию об акционерах в корпоративном реестре. Эрнст подтвердил, что имеет отношение к Москов дворик и никогда не делал из этого секрета. Глава Первого канала не объяснял, почему зарегистрировал компанию на Британских и Виргинских островах, а юристы просили не отправлять данные об акционерах в реестр. Иронично то, что мечта о кино Константина Львовича превратилась в бизнес-проект по сносу советских кинотеатров и строительству торговых центров. Поэтому, как вы поняли, у Константина Эрнста все замечательно и прекрасно. Несмотря на то, что он покинет такую золотую жилу, где он много денег столько лет зарабатывал, не пропадет старик. Видите, у него все замечательно. Офшоры, кинотеатры сносят, торговые центры строят, поэтому денег там столько он уже унес, что хватит, наверное, и его внукам, и правнукам, и всем, кому только можно. Комментируйте, переходим дальше. Я думаю, вас особо это не удивило, но если вам есть что сказать, обязательно скажите. Вот такой Бузовой можно разрушить все. Известный актер Михаил Горевой прокомментировать выступление Ольги Бузовой во МХАТе. Он очень оскорблен появлением звезды на сцене МХАТа. И странно, что почему именно сейчас это все было, простите, уже полгода назад. Все мы с вами уже обсуждали ее появление во МХАТе, повторяться не будем. Но вот решил сказать свое слово известный актер и режиссер собственного театра, педагог Михаил Горевой. По его мнению, Бузова в ведущем театре страны это просто оскорбление. И виноват в этом худрук Эдуард Баяков. Неуважающий театр, в котором волей случай оказался руководителем. Наконец-то хоть кто-то высказался совершенно верно. Я об этом говорил уже неоднократно. Виновата не Бузова. Виновны только те люди, которые приглашают ее на федеральные каналы в различные передачи. В театр, вот как вот этот худрук Эдуард Баяков. Но никак не сама Бузова. Если ее не будут звать, никому она не нужна будет 300 лет. И вот что он сказал. Михаил Горевой, цитирую его прямую речь. Не ты зарабатывал славу этого театра. Сделал МХАТ МХАТом. Но одной вот такой вот Бузовой можно разрушить все к чертовой матери. Не скрывает своего возмущения актер. Авторитет человек зарабатывает годами. Потерять доброе имя можно за одно такое выступление. Ты кто такой, Баяков, чтобы вот такое делать? Мне что, тебе нужно объяснять, что это пошло? Кому? Они же специально это все делают. Лично я воспринимаю это как диверсию против русской культуры. Вот таким вот заявлением гневным высказался Михаил Горевой. В принципе, я его поддерживаю. Подписываюсь под каждым словом. Тут, как говорится, не добавить, не убавить. У меня только единственный вопрос к нему. А почему так поздно? Почему с таким опозданием комментируем? Ну да ладно, комментируйте, переходим дальше. Полина Гагарина решила прокомментировать скандальное интервью своего супруга. Все вы помните, что он недавно побывал у Ксении Собчак из Хаков, ее бывший супруг, и рассказал о том, что Полина якобы не дает ему видеться с дочерью. Полина не стала идти Ксении Собчак, на что, видимо, Анатолиевна очень сильно рассчитывала, но решила не молчать. Она пояснила, что проблемы общения отца с дочерью не существуют в принципе. И вот что она говорит. Но вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Это вопрос задать нужно моему бывшему супругу. Вот так вот прокомментировала всю эту ситуацию Полина Гагарина. Была немногословна, но я почему-то ей не верю. Я не думаю, что он специально эту всю кашу заварил, ради чего, чтобы пропиарить себя как фотографа. Ну возможно. Но я не думаю, честно. Почему-то вот мне кажется, что Полина здесь лукавит и очень жестко. Но понятное дело, что она будет себя выгораживать, как в принципе это делает каждый человек. Я же говорю, что ни один из людей публичных никогда не придет и не скажет «Да, я такой». Ну за исключением певицы Славы, которая нам рассказала о том, что она и пьет, и курит, и гуляет, и от мужа уходила. Лолита может там рассказать про свои пластические операции. Но Полина Гагарина не относится к тому типу артистов и публичных людей, которая может говорить искренне и правдиво. Поэтому, как я понял, суду все-таки к сожалению быть. Но будем наблюдать за этой всей историей. Ну а вы комментируете, верите ли вы Полине Гагариной или нет? На чьей вы стороне? Переходим дальше. Во всех штатах США прошли акции против техасского закона о запрете абортов. И снова такая горячая тема. Практически полный запрет на аборты вступил в силу в Техасе 2 сентября. По новому закону запрещено проводить аборты после 6 недели беременности. То есть с момента, когда у плода обнаруживает сердцебиение. Закон распространяется и на те ситуации, когда беременность возникает в результате насильного секса или инцеста. Называется Добрый день. Вообще, мне всегда вот интересно, почему такие моменты принимают люди, сидящие в Думе, в Конгрессе, в Раде, еще где-то, не важно. Какое, простите, вообще вам дело до того, делает женщина аборт или нет? Я не буду сейчас говорить и рассуждать на тему, это плохо или хорошо, но я считаю, что данное решение должна принимать в первую очередь сама, наверное, женщина, особенно если этот ребенок нежелаемый, наверное, или слишком рано забеременела, не планировалась и так далее. В общем, разные причины бывают. Я уже молчу про те случаи, когда, простите, человека берут силы, а потом она еще и беременеет. Я не представляю, как это все должно происходить. Но, в общем, не будем в этом копаться, но, опять-таки, мое личное мнение, что данное решение должна принимать только женщина и ни в коем случае не вот эти люди, сидящие в Конгрессах, радах, думах и где бы они там не сидели. Вершители судеб, понимаете, пусть лучше экономикой занимаются и борьбой с пандемией, а не херней разной, по-другому, извините, не скажешь. Ну, а как вы считаете, женщины, как вам такие законы? Вы считаете, что это правильно или все-таки это какое-то безумие? Комментируйте, переходим дальше. Буквально пару слов про Константина Хабенского. Если верить сообщениям в прессе, которые много стали эмусировать эту тему касательно того, что его супруга может снова стать мамой, а он снова папой, то, скорее всего, что так, наверное, и произойдет. Как говорится, нет дыма без огня, поэтому, возможно, Константин Хабенский станет отцом в четвертый раз. Это замечательная новость. Тут, как говорится, можно только порадоваться. Официально пока что никаких заявлений нет, но я думаю, если пресса об этом пишет, значит, что-то все-таки подобное есть. Ну и, кстати, скоро на сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля, где Хабенский исполнит главную роль, поэтому для любителей театров МХТ имени Чехова скоро состоится премьера, так что не упустите возможность насладиться профессиональной игрой Константина Хабенского. Кстати, мне очень он симпатичен, как человек, приятен, не вызывает какой-то, знаете, негатива. Приятный человек, ну и потом я знаю, что он занимается благотворительностью, поэтому он вообще у меня вызывает уважение. Надеюсь, что никаких потом подводных камней не будет вылазить, и мы не узнаем ничего плохого о нем. Честно, не хотелось бы. Комментируйте, переходим дальше. Лера Кудрявцева снова в центре внимания. Снова очередной скандал, недовольные ей люди. Ситуация с Сариком Андреасяном продолжается. Только на этот раз немного все не про самого Сарика. Значит, рассказываю. Май Абрикосов все вы помните, возможно, не все, и вы тогда счастливые люди. В общем, есть такой проект Дом Дна, и там когда-то был Май Абрикосов. Я так понимаю, это было очень давно. Я никогда это не смотрел. Ну, в общем, вот этот бывший участник Май Абрикосов высказался о ведущей Лере Кудрявцевой. По его словам, поводом для нападок стал непорядочный поступок со стороны Леры. Несколько недель назад он вмешался в скандал Кудрявцевой с Сариком Андреасяном, став на сторону режиссера. И после этого Май Абрикосов говорит, что ведущая из мести подослала к его пожилой маме репортеров. Напомню, что сам Май Абрикосов живет, не помню где, но в общем точно не в Москве, а где-то очень далеко. В Селеев, где-то или в поселке, неважно. И вот что он говорит. За то, что я поддержал Сарика Андреасянова, за это Кудрявцева отправила журналистов снимать из-под тяжка в заборную щель мою пожилую мать в домашнем халате и тапках. Также он заявил, что Лера Кудрявцева и ее шоу скоро выйдут в тираж. Мол, звездный час Кудрявцевой остался давно в прошлом. Май Абрикосов также заявил, что его звали на съемки программы с участием ведущей, но он решительно отказался. И вот что он сказал. «Я отказался сниматься у вас в передаче, потому что не люблю хоррор. От вашего скрипучего голоса и фальшивого лица у меня мурашки по спине. Удачи вам и порядочности!» Пожелал Лере Кудрявцевой Май Абрикосов. Что тут скажешь? Лера Кудрявцева в своем репертуаре. Не знаю, насколько ее карьера идет к завершению. Не думаю. Мне кажется, она на своем месте, на канале НТВ будет там до пенсии сидеть и вести свои эти шоу. Возможно, какие-то еще новые. Я думаю, она идеально вписалась, особенно в передачу «Секретный миллион», так как она играет. Я помню этот момент, когда была там Наташа Королева, и та ей наплела о том, что у нее есть дочь. А она так удивилась. «Несите мне 50 грамм!» Выпила, скривилась. Я вспомнил свой момент, когда я тоже воды выпил, такой пьяный был. Я же не понимал, что пью. В общем, Лера, актриса с тебя не очень хорошая, но публике нравится, поэтому почему бы и нет. Ну а Майя Брикосов, простите вообще, кто о нем помнит? Ну и немного про дочку Ларису Гузеевой. Значит, дочь Ларисы Гузеевой, пока мама лежит в больнице якобы с той самой болезнью, но я почему-то не верю в это, но время покажет. Значит, дочь Ларисы Гузеевой решила признаться, что она бисексуальна. Она прошла тест на определение сексуальной ориентации и поделилась с результатами в Инстаграме. Ну что тут скажешь? Могла бы и подождать, пока маму выпишут, а то, не дай бог, еще сердечко не выдержит. Хотя я думаю, что мама давным-давно в курсе. Вообще, у Ларисы Гузеевой растет очень интересная дочь. Что-то мне подсказывает, что характер у нее ух, какой непростой. Ой, мама еще наплачется от нее. Но это мое мнение. Возможно, я и ошибаюсь. Кто знает. Комментируйте, что вы думаете по поводу дочери Ларисы Гузеевой и всей этой ситуации с тем, что Лариса Андреевна сейчас в коммунарке? Верите вы в эту всю историю? Или все-таки думаете, что будет как с бабкиной? Помните, как она после кома такая вся свеженькая вышла, как будто прям, не знаю, заново родилась? В любом случае, что бы там ни было, я ни в коем случае не желаю ничего плохого никому. Я знаю, что люди в шоу-бизнесе часто очень делают хитрые поступки, обманывают нас, поэтому здоровье Ларисе Андреевне и терпение. Уж с такой-то дочерью, я думаю, ей терпение, здоровье необходимо. Ну и напоследок, как говорится, немного золотого дождя от нашей Анастасии Волочковой. Так что вот, Настюша радуется листопаду, золотому дождю, поэтому ничего тут не скажешь, Настенька, спасибо. Напоследок, закончу замечательным, веселым этим роликом. Золотой дождик от Насти Волочковой. Ну и переходим мы к рубрике Добрые, хорошие новости. Ваша любимая рубрика, погнали. Полицейские спасли женщину из горящего дома и эвакуировали жильцов. Сахалинцы увидели, что из окна двухэтажного дома вали дым и побежали на помощь. Они не стали дожидаться спасателей, сами вынесли из горящей квартиры женщину, получившую ожоги, отключили подачу электроэнергии и помогли остальным покинуть здание. Благодаря их слаженным действиям никто не пострадал. Очередной хэппи-энд, с чем можно поздравить всех участников этой пусть и неприятной ситуации, но слава богу, что все живы и это прекрасно. Вот эта вот девушка нашла эту милую собаку в заброшенном доме и забрала ее с собой. Пес был прикован цепью к коттеджу, в котором никто не жил, скорее всего. Хозяева его бросили, ну как обычно. Американка освободила беднягу и отвезла домой. Пес не сразу привык к доброте девушки, но спустя время понял, что происходит и начал улыбаться. Ну в общем, вы можете видеть, теперь они одно целое и слава богу, что собачка не чувствует это чувство предательства, через которое ей пришлось пройти. Не только люди предают людей, но и к сожалению животных. А ведь с животными намного сложнее, они не знают, что им потом делать. А эти зайчата родились и выросли в зоопарке, но пришло время выпустить их на волю и это прекрасно. Теперь 16 подопечных новосибирского зоопарка будут осваиваться в дикой природе. Замечательно, я рад, что им помогли вырасти и отпустили на волю, потому что именно так и должно быть. Все звери должны жить в привычной им среде. Спасибо им огромное за это. Ну а животные на Лосином острове теперь могут ничего не бояться, особенно им не грозит бешенство, потому что специалисты разложили для них лекарства в виде вкусняшек. Спасибо им огромное за то, что они заботятся о диких животных. А на этом видео вы можете видеть, как спасатели освободили дворняшку, которая застряла в сетке забора. Собачку заметила проходившая мимо жительница Барнаула и сразу позвонила службу спасения. По ее словам, специалисты среагировали моментально и были на месте уже через 7 минут. До их приезда женщина гладила и успокаивала бездомного пса. Спасибо ей за то, что она не прошла мимо и, конечно, службе спасения. Собачка в надежных руках, у нее теперь будет, надеюсь, все замечательно и прекрасно. Еще одна добрая новость в копилку сегодняшнего дня. А на этом видео вы можете увидеть медвежонка, который мило поедает вкусняшки. Я рассказывала буквально недавно о том, как несколько медвежат, которые остались без мамы благодаря браконьерам, к сожалению, увы, их приютили жители Алтайского края, откормили их, в общем, и когда уже пришло время их отпускать, выпустили их на волю. Но вот медвежонок-сирота пришел за едой снова к людям. Этого малыша из Алтайского края совсем недавно выпустили в дикую природу вместе с двумя братьями. Летом зоозащитники забрали медведей на воспитание после того, как маму, увы, лишили жизни браконьеры, я уже сказал об этом, после реабилитации их оставили в безлюдном лесу, чтобы они смогли научиться жить в диких условиях. Но один из медвежат настолько привык к людям, что все же нашел дорогу к затерянной избушке и приходит периодически попросить поесть. Но, собственно, люди, конечно, не могут ему отказать. Говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. И вот он пришел, периодически, в общем, наведывается. Пока маленький, это, конечно, замечательно, а дальше, надеюсь, он все-таки привыкнет к дикой природе. Но спасибо огромное людям за то, что они кормят и не остаются равнодушными. Ну и самая такая главная новость, наш герой сегодняшнего дня, это будет Гузелия Валеева. Сейчас я расскажу всю эту историю. 3 октября врач-стоматолог Гузелия спасла жизнь ребенку после остановки дыхания сердца на борту самолета, который летел из Анталии в Москву. Девочку пришлось реанимировать дважды. Алине всего один год и восемь месяцев. Приступ у нее случился через два часа после взлета. Она потеряла сознание, произошло западение языка, остановка дыхания и сердца. Начались судороги и в общем все эти неприятные моменты. Бортпроводники обратились к пассажирам, искали врача. На помощь пришла Гузелия Валеева, заведующая филиалом второй стоматологической поликлиники Уфы и мама двоих дочерей-двойняшек. Напомню, она врач-стоматолог. Реанимационные действия, непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот позволили вернуть девочку к жизни. Приступ повторился с теми же симптомами. Врач вновь провела реанимационные мероприятия. Самолет совершил вынужденную посадку в Ростове, где на взлетной полосе я уже ждал реанимобиль. Девочку успешно доставили в одну из городских больниц. И благодаря помощи уфимского доктора девочка теперь уже вне опасности. И все с ней замечательно. Спасибо огромное Гузелии. Врач-стоматолог, но видите, в первую очередь врач не растерялась и помогла этой милой маленькой девочке все-таки остаться на этом свете. Я представляю, насколько благодарны ей ее родители. Спасибо ей, что она была вот видите, не случайно на этом борту самолета. И еще одна замечательная история, которая закончилась хэппи-эндом. Видите, насколько же врачи для нашей жизни важны. И насколько они недооцененные. Поэтому я всегда, вот знаете, у меня сердце болит, что врачам так мало платить. Я считаю, что им нужно платить хорошие зарплаты. На сегодняшняя история просто меня потрясла, честно. И я рад, что все эти истории заканчиваются хэппи-эндом. Это прекрасно. На этом я буду заканчивать сегодняшний выпуск новостей. Надеюсь, он вам понравился. Не забудьте поставить палец вверх, рекомментировать, написать все, что думаете по поводу всего, что я тут наговорил. Надеюсь, вам все нравится, вы довольны. Спасибо всем и каждому, кто всегда благодарит меня, пишет мне приятные слова, много советов от вас получаю. Про гречку я услышал, куплю мультиварку и буду жить спокойно. Спасибо вам всем огромное. Даже за те замечания, которые вы мне пишете, они тоже нужны. Я рад, что на этом канале практически не бывает хамства. Это круто, это замечательно, значит, я делаю все правильно. И самое главное, всем желаю крепкого здоровья, счастья и, конечно же, любви. Без любви в этом мире очень сложно, поэтому влюбляйтесь, не бойтесь. Это прекрасно, это исцеляет, это вдохновляет, окрыляет, это замечательно. Всем хорошего настроения, вы помните, если вы куда-то уходите, обязательно возвращайтесь, потому что на этом канале вам всем рады. Если кто-то еще до сих пор не подписался, давайте уже нажимайте на подписку, сделайте этот шаг на встречу в ней и будет всем хорошо. Услышимся в следующем видео, до скорых встреч, пока-пока.